Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу интересную подборку про участниц Дома-2. Самые некрасивые участницы телепроекта, по мнению зрителей. Рекомендую подписаться и досмотреть этот ролик до конца. На канале по-прежнему выходят новости о проекте раньше эфиров. За всю историю существования телепроекта тысячи девушек успели засветиться на экране. Многие смогли построить карьеру и после ухода с проекта, а кому-то так и не удалось стать медийной личностью. Для многих это стало трудностью из-за внешнего вида. Среди участниц телепроекта было много не особо симпатичных и видных девушек. Сегодня мы узнаем, кто же из участниц шоу считается самой некрасивой. Открывает наш рейтинг Надежда Ермакова. Надю считают одной из самых некрасивых участниц шоу за всю историю его существования. Самое ужасное то, что она была легкой возможностью для мужчин попасть на проект. Впрочем, так дела обстоят и сейчас. Ведущие оставляли парней, которые приходили к Ермаковой. Они могли немного провести с ней время, а потом расстаться из-за какой-то мелочи. У они не смогли научиться договариваться и уступать друг другу. Долгое время Надя была влюблена в Глеба-клубничку, но он откровенно ее игнорировал. Стоит отметить, что сейчас Ермакова выглядит намного лучше. Она увеличила губы, изменила форму носа, перекрасила волосы, увеличила грудь. Либерж к Падону. У Либерж было достаточно трудное детство. Ее часто обзывали и обижали. Когда она стала старше, то поняла, что мир все равно такой же жестокий. На проекте ее постоянно гнобили, из-за чего она вступала в драки как с парнями, так и с девушками. Либерж смогла построить отношения с Евгением Рудневым, за которого в итоге вышла замуж. Однако брак не продержался долго. После развода она вновь начала пить. Ее внешность достаточно экзотическая, ведь она мулатка, но из-за алкоголя и сигарет ее кожа выглядела просто ужасно. Либерж ушла с проекта, но периодически продолжала появляться под камерами на шоу Бородина против Бузовой. Кристина Дерябина. Кристина откровенно выглядела намного хуже тех девушек, которые в тот период были на проекте. Именно из-за этого она не могла построить отношения. Ни один парень не хотел с ней близких отношений, поэтому Кристина стала просто дружить с ними, стала делать все, чтобы отвлечь внимание от своей внешности. Спустя время Кристина решила заняться своей внешностью. Она сделала ринопластику, изменила форму зубов, увеличила грудь и губы. Она стала лучше одеваться, перекрасила волосы. В целом, Кристина сменила свой образ. Она смогла найти любовь за периметром. С молодым человеком она встречалась, несколько лет. Получила предложение, они стали готовиться к свадьбе, но в итоге расстались. После этого Дерябина несколько месяцев встречалась и жила с девушкой, однако тоже не сложилось. Инесса Шевчук. Сейчас, глядя на Инессу, никто даже и не подумает, что буквально несколько лет назад она была серой мышкой. На проекте никто не обращал на нее внимания. После ухода с проекта Инесса занялась своей внешностью. Новый нос, новая грудь, новый цвет волос, новые губы, новые зубы. Одним словом, Инесса изменила в себе почти все. Спустя время в ее блоге стали мелькать фотографии с отдыха, с дорогими автомобилями и аксессуарами. В ее жизни есть мужчина, который осыпает любимую цветами и подарками. Недавно она получила новенький автомобиль Бентли. Лера Фрост. Леру тоже нельзя назвать красавицей. Она пугала всех своими огромными губами, потом все же решила немного уменьшить их. Но это не сделало ее более привлекательной. Лера обладает очень тонкой фигурой, маленькой грудью, но широкими бедрами. Леру называют анорексичкой, потому что ее вес просто пугает людей. Кроме того, Лера обладает очень вспыльчивым характером. Из-за этого ни одному мужчине не удалось построить с ней отношения. Однако сейчас, как мы видим, девушка тоже изменилась до неузнаваемости. Александру Гозиас. Саша пришла на проект, чтобы построить отношения и разлюбить бывшего мужа. Первое время ее внешний вид очень отталкивал людей. Она никогда за собой не следила, редко мыла и укладывала волосы. Кожа лица была в ужасном состоянии. Сейчас она выглядит намного лучше. Саша преобразилась, что повлияло и на ее личную жизнь. Саша открыла свой шоу-рум, второй раз замужем и снова счастлива. Ольга Рапунцель. Девушке далеко уже за 30, однако она всегда косила под 16-летнюю. Ольга совсем не умеет одеваться, по мнению телезрителей. У нее непропорциональная фигура, а также не очень красивая внешность. Кроме того, зрители отмечают, что Ольга не умеет краситься, из-за чего еще больше усугубляет свой внешний вид. Про характер роли даже говорить не нужно. Именно все это отталкивает людей от нее. Муж Дима Дмитренко тоже время от времени выходит из себя. Саша Черно. Когда Саша пришла на проект, то все были в ужасе. Девушка выглядела очень плохо. Помимо лишнего веса, все обращали внимание на странную прическу, на состояние кожи лица, на зубы. Саше не помогли даже стилисты и косметологи. Она не любит уделять время для ухода за собой. Даже замужество не изменило ее. Девушка до сих пор не может сбросить лишний вес. Остановиться Черно не может. Муж Саши Иосиф Агнисян несколько раз просил девушку сесть на диету. Он пытался контролировать ее питание, но все безуспешно. Евгения Феофилактова. Сейчас Женю можно назвать одной из самых успешных участниц Дома-2, а также одной из самых симпатичных. Но когда Женя только пришла на проект, то она была воплощением провинциала. Женя плохо следила за собой, очень плохо и безвкусно одевалась, да и мужчин она выбирать не умела. Девушка встречалась с Александром Задойновым, который ни на что не годился. Потом вышла замуж за Антона Гусева, от которого родила сына. После проекта они расстались. Женя сделала несколько пластических операций, начала много работать. Сейчас она владеет двумя квартирами в Москве, своим бизнесом. Женя растет сына и не обращает внимания на то, что говорят вокруг. Женя очень хорошо поработала над своим внешним видом. Даже нельзя сказать, что раньше она была не очень приятной девушкой. О своей личной жизни она по-прежнему ничего не говорит. Марина Мексика. Помните такую? Девушка попала на проект уже перекроенной. Родом из Ростова-на-Дону. Девушка с детства увлекается танцами и не оставила любимого занятия после телешоу. Мексика продолжает работать танцовщицей, участвует в телешоу. Однако зрителям не составило большого труда отыскать фотографии Марины до пластики. А кто, по вашему мнению, является самой некрасивой участницей Дома-2 за всю историю? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.